Здравствуйте, меня зовут Никита, и тема этого урока – типы химической связи. Конечно, вы наверняка знаете основные типы химической связи, и вы все можете сказать, что это связь ковалентная, которая может быть полярная или не полярная, это связь ионная, и связь металлическая. Однако важно не забыть, что помимо этих четырех хорошо известных типов связи существует еще один, который часто забывают или опускают – это водородная связь. В общем-то, есть причина, почему она несколько отдельно стоит от всех остальных, но сейчас мы с вами все это выясним. Давайте сначала вспомним про остальные типы химической связи. Ковалентная связь – это связь, которая возникает за счет того, что образуется общая пара электронов. Причем образовывается общая пара электронов у двух атомов может разными путями. Так, например, она может образовываться по обменам механизма, то есть от каждого элемента по одной паре образует общую пару, так и по донорно-акцепторному. То есть один атом, у которого есть неподеленная электронная пара, и другой атом, у которого есть пустая орбиталь, на которой вообще нет электронов, также могут образовать связь. Это осуществляется, к примеру, если вы помните, в такой частице, как катион аммония. В частности. Ну и, соответственно, разницы с точки зрения энергии, как образована связь по обменному механизму или же по донорно-акцепторному, нет никакой. Давайте посмотрим, как именно это происходит. Обе картинки иллюстрируют одну и ту же историю. Верхняя у водорода один электрон, у хлора семь. Они соединяются, и получается, что и у хлора восемь электронов, и в то же время у водорода два электрона. Все довольны и счастливы. Все полностью заполнили свой электронный уровень. Именно к этому стремятся все электроны, все элементы, чтобы их внешний электронный уровень был либо полностью заполнен, либо, наоборот, освобожден. Атомы, которые мы называем благородными или инертными газами, эти элементы как раз-таки обладают этим свойством. Поэтому они не вступают в реакции. Это не нужно всем остальным. Нужно что-то делать со своими электронами. Соответственно, два атома водорода, к примеру, для того, чтобы добиться полного заполнения своего электронного уровня, объединяют свои электроны. У них получается общая электронная пара. А это энергетически выгодно для них. И помним, что в первом случае эта связь будет ковалентная-полярная, поскольку у нас два разных атома, а не металла. А во втором случае ковалентная и не полярная, поскольку это два одинаковых атома, а не металла. Точнее, это два атома одного и того же элемента, не металла. Что еще надо помнить про ковалентную полярную и неполярную связь? Соответственно, понимаем, неполярная связь образуется элементами, у которых одинаковая электроотрицательность. Но если, значит, доходить до полного педантизма, это возможно только если это атомы одного и того же элемента. Поэтому мы считаем, что только простые вещества, а не металла, образованы такой связью. Прочие связи, образованные двумя аниметаллами, будут полярными, поскольку в них будет присутствовать разница в электроотрицательности. Чаще всего она небольшая. Но даже если она большая, мы условно считаем, что если у нас два аниметалла образовали связь, то она ковалентная-полярная. Еще раз повторюсь, если они разные, если одинаковые, то неполярная. Но между аниметаллами всегда ковалентная. А кроме ковалента может быть еще ионная. Связь между металлом и неметаллом. Точнее говоря, связь между атомом с высокой электроотрицательностью и с низкой электроотрицательностью. В итоге будет большая разница в электроотрицательностях. Ионная связь всегда образуется по донорно-акцептному механизму. Всегда один элемент полностью отдает в распоряжение электрон другому элементу. В результате мы получаем два иона, положительные и отрицательно заряженные. Такие ионы притягиваются друг к другу за счет электростатического взаимодействия. Разноименные заряды притягиваются, это знают все. А за счет этого и возникает связь. На самом деле не бывает чисто ионной и чисто ковалентной связи. У любой ионной связи есть доля ковалентности, у любой ковалентной и полярной связи есть доля ионности. Но условно все связи между металлами и неметаллами мы принимаем за ионные. Хотя зачастую, если быть совсем справедливыми, это не всегда может быть так на самом деле. Что еще надо понимать о ионной связи? В общем-то у элементов большая разница в электроотрицательностях. Чаще всего это металл, а не металл. И соответственно соединение, получаемое ионной связью, это ионные соединения, соединения немолекулярного строения. Они состоят не из молекул, а из ионов. Металлическая связь. Связь, которая образуется за счет появления свободных электронов. А металлической связью образованы простые вещества металла. А свободные электроны появляются за счет того, что в металле все атомы, являющиеся атомом металла, стремятся электроны отдать. Но вокруг нет ни одного атома, который мог бы эти электроны принять. Поэтому они отдают ее просто в свободное пространство между атомами. Свободные электроны могут делать там что угодно, пока рано или поздно не возвращаются к одному из ионов. Он не принимает этого электрона, не становится снова атомом. Этот процесс, когда атом отдает электроны, становится ионом, а затем снова его принимает и снова становится атомом, в металле происходит постоянно. И за счет этого облака свободных электронов поддерживаются связи, которые делают металл прочным и придают ему все характерные для него свойства. Водородная связь сильно отличается от всех прочих, причисленных нами. Прежде всего потому, что в большинстве случаев эта связь не которая связывает между собой атомы в молекулы, а связь, в которой между собой связаны молекулы. Это межмолекулярная связь. В кимии вообще-то выделяют много различных видов межмолекулярных взаимодействий, к примеру, взаимодействия Ван дер Вальса. Но мы с вами касаемся только самого общеизвестного – водородной связи. Водородная связь образуется в том случае, если есть электроотрицательный элемент, очень сильный электроотрицательный элемент, с которым связан атом водорода. Связь будет полярной, и на водороде будет достаточно большое значение положительного заряда. Близкая, по сути, к плюс единице. В то же время должен быть атом, располагающий неподелённой электронной парой и тоже обладающий довольно высоким значением электроотрицательности. Такими атомами могут являться кислород, азот и фтор. У них самая высокая электроотрицательность среди всех элементов неметаллов. За счёт того, что у водорода большой положительный заряд, и его электрон практически полностью перешёл к электроотрицательному неметаллу, и за счёт неподелённой электронной пары второго элемента образуется водородная связь. Такие связи реализованы, к примеру, в воде. Между молекулами воды всегда есть водородные связи. Они не очень прочные, могут разрушаться, могут тут же образовываться. Соответственно, одна часть молекулы воды, которая заряжена положительно, то есть где находится атом водорода, притягивается к другой, которая заряжена отрицательно, то есть там, где находится атом кислорода. Внеорганической химии подобными свойствами обладают такие вещества, как аммиак и плавиковая кислота. Там тоже возможны водородные связи, но они гораздо слабее. А вот в органической химии, возможно, не только межмолекулярные, но и внутри молекулярные связи. Это особенно характерно для больших биополимеров, таких как белки и нуклиновые кислоты. Их структура, особенности третичная, будет поддерживаться прежде всего за счет образования водородных связей. Ну и, конечно же, связи между азотистыми основаниями в цепи ДНК по принципу комплементарности тоже образованы именно за счет таких связей. В этом случае они могут быть как межмолекулярными, так и внутримолекулярными. Но, напоминаю, они гораздо менее прочные, чем ковалентные связи и легко разрушаются. Хотя, опять-таки, в биологических полимерах все очень продумано, очень грамотно устроено. Поэтому там, хотя они очень слабые, но фактически они определяют огромное количество свойств этих соединений. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.